Привет, ты на канале Мэджик Пэт и у нас всех карантин. Я Эйвен, привет. А я София, приветик, что делаешь там на карантине? А это Миша. Миша, а я покемон Юмичу, и знаешь что? Раз уж мы тоже на карантине, мы решили наконец-то закончить мега распаковку всех слаймов. А это значит мы сегодня снимаем челлендж, выбери слайм, чтобы выжить. А я киса Алиса, а еще это значит, что сегодня мы закончим наш самый гигантский слайм. И надо срочно придумать, какие эксперименты мы с ним будем проводить. А я в прошлом челлендже была хуже всех, вообще проиграла. Подписывайся на канал, слышишь? И ставь лайк. Пиши коммент, чтобы попасть в видео. И отправляй наши видосы друзьям, которые тоже на карантине. Кстати, ребята, а вы в курсе, что на нашем канале Мэджик Фэмили мы с Аней каждый раз стараемся для вас снимать что-нибудь реально новенькое и интересное? Да уж, в этот раз очень интересно вышло. В общем, там ролик такой, да. Короче, просто сходите и посмотрите его. Возможно, мы... И возможно, мы будем там выпускать целую неделю карантина. Ага. А в этот раз там вышло такое, 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 знаете какое? Короче, ссылка вот там внизу будет в описании. И там же, кстати, ссылка на наш инстаграм. Скоро там будет новый гивэвэй. В общем, сходишь все и посмотришь. Договорились? Договорились? Договорились, да? Договорились? Ну что ж, привет, пушистики. Давайте уже закончим вашу эту распаковку. Итак, как обычно, кто выбирает первый? Мы договорились, что первый выбираю я. И мой выбор это вот этот коричневый ниндзя слаймик. Хорошо, Мишка. Давай посмотрим, что тут тебе попалось. Как вы помните, суть нашего челленджа простая. Каждый выбирает слайм, который он считает нужным. И он либо подходит для выживания вашего гиганта, либо нет. Например, выбор Мишки довольно хороший. Слаймик в прекрасном состоянии. Тянется, растягивается, похрустывает. В общем, он не ухудшит вашего лизуна. А вот если бы она сделала неправильный выбор и слаймик был бы совсем засохший, то Мишка бы ничего не заработала. А сейчас в нашей турнирной таблице у Миши первый плюс. Следующая выбирает Софиша. Посмотрим, повезет ли ей. А до скольких плюсов челлендж в этот раз? Я беру вот этот большой сиреневый. Отличный выбор, Софишка. Посмотрим, повезло ли тебе. И вообще, я думаю, в этот раз мы немножко по-другому будем оценивать. Но победит же все равно тот, у кого будет больше плюсов. Все правильно, но только плюсики по-другому будем ставить. И как? Ну, в прошлый раз мы каждому ставили плюс за слайм, который идет в вашего гиганта. О, смотри, какой красивый лизун тебе попался. Какое красивое сочетание цветов. И еще вот эти пенопластинки там. А еще он такой большой. Короче, а сейчас я предлагаю ставить плюс. Если выбор был идеально правильный, и лизун-гигант выживает при таком выборе, вообще не ставить плюсик никаким засохшим слаймам, которые в него не идут. И полплюса тому, чей слайм все равно остается в вашем лизуне-гиганте. Но он не идеальный, например, очень жидкий. Жидкие слаймы нам нужны в этом гиганте, они пригодятся, чтобы он совсем не засох. Но по сути они не самые лучшие. Поэтому София догоняет Мишу и получает полный плюс. А теперь посмотрим, будет ли правильным выбор Рейвена. Я сразу говорю, я беру вот этот двойной. Я тебе говорю, не бери его. Нет, я хочу. Двойной? Уверен, Эйвен? Ну, хорошо, это твой выбор. Надеюсь, мне повезет, и я догоню Мишу и Софи. Я в прошлый раз не выиграла, я в этот раз очень хочу выиграть. Хоть бы Эйвен проиграл. Вот эта ситуация как раз то, о чем я говорила. Он очень жидкий. Но с другой стороны, он все-таки подходит вашему гиганту, потому что у нас есть опасность, что этот монстр-лизун засохнет. И мы в него добавляем жидкие слаймы. Зато, зато, как красиво, да. Зато я красоты добавил нашему лизуну. А вот что правда, то правда. Очень красивое сочетание получилось. Ну и по логике, ты должен получить пол плюсика. За свой наполовину правильный выбор. Ну, тоже неплохо, че. Нет, я как джентльмен решаю отказаться от половины. Но ты же его заработал. Ну и что, я хочу выиграть честным путем. Извини, Васик, но все-таки это правило, и все должно быть по-честному. У тебя пол плюса. Ладно, ладно, но учтите, я этого не хотел. А я выбираю вот этот желтый. А Эйвен пусть выделывается и проигрывает, а я проигрывать не хочу. Еще увидим. Посмотрим, что тут тебе попалось, Юмичу. И, кстати, это не желтый, а золотой лизунчик. И, похоже, в нем очень много блесток. И еще каких-то украшений, по-моему, в виде цветных сердечек. Растягивается он так в пленочку неплохо. И тянется он тоже неплохо. А проблема только в том, что он обратно не возвращается. То есть он за резине вел... Ой, как это говорится? Засох он, короче. Ты имеешь в виду, потерял свои физические качества. Че, правда? Правда? Серьезно? О, Эйвен, как всегда суперумные слова. Да, в общем, этот лизун вообще не поможет выжить вашему гиганту. Так что, Юми, ты не зарабатываешь ни одного очка. Ну ладно, я беру вот этот из четырех. Все равно проиграю. Киса, Алиса, ну что ж такой пессимистичный настрой, а? Потому что я в прошлый раз не то что проиграла, а с позором. Ни одного плюса не заработала вообще. Не расстраивайся, никогда нельзя сдаваться. Это же наша мэджик теория. Может быть, тебе когда-нибудь повезет. Может, ты вообще сегодня выиграешь? Да уж, конечно. Я неудачник по жизни. Киса, Алиса, ну перестань унывать. Смотри, у тебя такой необычный слайм из четырех цветов. Интересно, если мы сейчас эту радугу замешаем, какой цвет в итоге получится? Тут красный, желтый, голубой, зеленый. Если все их перемешать, получится небось... Какашечный цвет получится. Ну, тут с твоим пессимизмом я спорить не буду, потому что боюсь, что так действительно может получиться. На самом деле, мы замешиваем этот слаймик. Чем теплее он становится от рук, тем лучше он тянется. И я бы сказала, он очень даже подходит для выживания вашего гиганта. Цвет у него, конечно, странный получился, как, в принципе, ты и предполагала. И что, у меня плюсик будет? Да, походу, киса Алиса заработала плюсан себе. Этот слайм вам действительно подходит, и киса Алиса зарабатывает в челлендже свой первый плюс. Следующая по очереди снова я. Я тоже очень надеюсь на победу и выбираю вот этот вот авокадо-лизунчик. Окей, Мишка, это слайм от авокадо, слайм 56, сиреневого цвета, и посмотрим, что с ним у нас. Надеюсь, Миша не повезло, и она не заработает никаких очков. Эй, Ван, ну вот вечно ты хочешь, чтобы все проиграли, кроме тебя. Сейчас порастягиваем его. Слаймик красивого цвета, с кусочками пенопласта, не слишком большой, отлично растягивается, когда в руках понагревала я его, а то до этого он просто, видимо, лежал в коробочке и немножко подзатвердел. Но все-таки, я бы сказала, есть у него небольшой минус. С одной стороны, он хорошо растягивается и вам подходит, с другой стороны, он достаточно твердоват. То есть, состояние у него все-таки не идеальное. Поэтому я зарабатываю полплюсика, да? Ага, но полплюсика это тоже очень хорошо, Софи, твой выбор. Пусть в этот раз будет розовый, розовый мой любимый цвет, мне должно повезти. Ну что ж, посмотрим, улыбнулась ли тебе удача. Розовый лизунчик в милой баночке с сердечком, на котором написано слайм карамелька. В смысле, карамелька, а? О, а он что, засохлась что ли? Нет, я думаю, речь идет о его цвете или структуре, он такой глянцевенький, гладенький, пахнет очень вкусно конфеткой. Послушаем, как хрустит. Хрустит он просто отлично. Я согласна. И несмотря на свои размеры, он просто такой маленький, миленький. Он, кстати, такой нежно-нежно розовый цвет. И правда твой. Он отлично тянется и прекрасно вам подходит, я считаю. Так что... Кажется, я заработаю целый плюс, да? Целый плюс. А значит, я пока что выигрываю. Действительно, в нашей турнирной таблице пока побеждает Софи. Итак... Только не берем литку. Отстань, Юми, это мое решение. Лучше возьми желтый. Я беру вот этот самодельный в баночке из-под улиточного крема. Я ничьей подсказки не слушаю. Твой выбор есть твой выбор, Рейван. На то у нас и челлендж. Это действительно самодельный слайм в баночке из-под крема улиточного. Или улиточной слюнки, слизи. В общем, ладно, посмотрим, что у нас тут за слайм. Ой, какой он твердый. Еле, еле получается его оттуда выковырять. Он так сильно прилип ко дну, что я даже тот кусочек оставлю там. А вот эта часть слайма, ну да, неплохо тянется. Может, может, надо его тоже хорошенько в руках погреть? Надеюсь, это тебе не поможет. Это тебе, Софи, ничего уже не поможет. Вот вы совершенно, ребята, не умеете соперничать правильно. Вместо того, чтобы конкуренция вас мотивировала, киса Алиса расстраивается, что не выиграла ни разу и считает себя неудачником. Хотя не знает, может быть, она сегодня победит. Я тоже теперь настраиваюсь. Кажется, этот слайм не подходит. Вы бесконечно друг к другу придираетесь и пререкаетесь. Сламик действительно слишком засохший. Из-за этого он затвердевает, при том, что растягивается. И, к сожалению, ты пока что так и остаешься со своей половинкой плюсика. Ну, хоть с половинкой плюсика. У меня вообще даже половинки нет. Так что я беру вот этот и надеюсь заработать хотя бы один балл. Юмичу, потому что нужно выбирать внимательно, слушать свою интуицию. Я так и делаю. Вот видите, Юмичу не расстраивается от того, что у нее вообще нет плюсов. И она, по сути, проигрывает сейчас. И, наверное, если этот слаймик будет плохой, она тоже не расстроится. Да, покемон? Че это, че это? Я очень даже расстроюсь, если я про... Я надеюсь, ты сейчас не хотела сказать какое-нибудь плохое слово. Ты что? Ну что ж, первую стадию твой слайм прошел. Он точно остается в гиганте. Пол плюса ты уже заработала? А вот вторую половинку плюсика, к сожалению, наверное, тебе получить не удастся. Потому что уж очень он прилипучий, твой лизун. Ну вот, ну ладно, хотя бы догнала Эйвона. Может, еще всех перегоню. Возьму свой любимый цвет сиреневый. Первый раз я, кажется, обгоняю покемона в таком челлендже. Еще не вечер, киса Алиса. Теперь задача догнать Софии. Эй, поумерь пыл. Так, ладно, киса Алиса выбрала сиреневый слайм. Сейчас посмотрим, что тут тебе попалось. Там какие-то красные большие пенопластинки, пупырышки. Вот такой вот лизунчик. Эй, 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 папа, аккуратнее, лапы же запачкаю. Ой, ну извините, извините, королева Алиса, пожалуйста. В общем, слаймик небольшой, очень красивого сиреневого цвета, с кучей блесток, из-за этого блестит. Он матовый, а не глянцевый. И такое ощущение, что в нем есть немножко кинетического песка, потому что он такой шершавенький слегка. Вот эти красные большие пенопластинки добавляют ему шарма. И что уж говорить, походу я заработала себе еще один плюс. И похоже, я тут даже поспорить не могу, потому что слайм действительно очень классный. И правильный выбор кисы Алисы дарит ей еще один плюс. И пока что они с Софи ридируют. Но это пока что челлендж еще не закончился. Да выбирай уже, хватит болтать. Оранжевенький, а огонек. Ну что ж, давайте посмотрим, правильный ли выбор сделала Мишанька. Надеюсь, я догоню Софии Алису и перегоню. А я надеюсь, что нет. Каждый из вас так и хочет кого-нибудь победить и выиграть. А это же просто челлендж. Вы могли всего лишь развлекаться, а не соперничать. Ну ладно. Короче, цвет действительно классный. Прям оранжевый, прям огонек, как ты, Мишка, сказала. Очень яркий и насыщенный. Только не надо, пожалуйста, его кушать. Очень мягенький, приятненький на ощупь слаймик. Хорошо растягивается, похрустывает. В общем, он нам подходит. Еще и вашего гиганта украсит своим цветом. Единственный минус, который я в нем обнаружила, это то, что он покрасил мои руки. Ах, ну ладно. Но я же все равно получу плюсик. Конечно, это на твой бал не влияет, и ты догоняешь Софии и Кису Алису. А вот мне, похоже, надо уже насторожиться. Я беру вот этот с белой крышечкой, потому что иначе я вообще проиграю. Надеюсь, там будет подходящий лизун. Бывают дни, когда кому-то из вас, ну, очень везет, а бывают не невезения. Так устроена жизнь. Посмотрим, какой был выбор у Эйвана, правильный или нет, и повезло ли ему сегодня. Его лизун, твой лизун, Эйвен, похож на слизь, по-моему. Как это, блин. Но все-таки он симпатичный, перламутровый и неплохо растягивается. Так что в ваш гигант добавить его все-таки можно. Но он очень далек от привычного и нужного нам слайма, поэтому ты зарабатываешь вторую половинку плюсика, и, наконец-то, у тебя он целый. Снова моя очередь, я выбираю вот этот. Вот этот темный, среди твоих любимых желтых цветов и ярких? Да, вдруг, вдруг повезет. Пусть он будет. Ну что ж, это твой выбор, твое решение. Посмотрим, что нас тут поджидает. Тут очень много цветных шариков. Скорее всего, это пенопласт. Сам слайм темненький, мрачненький. Он как будто коричневый, но с другой стороны он перламутровый, то есть блестящий. О, внизу была еще куча блесток или чего-то такого. Сейчас мы все это замешаем. Растягивается он очень хорошо, и сейчас посмотрим, что из этого получится. Цвет прямо твой любимый, Юмичу. В том смысле, что ты любишь произносить эти слова, какого он цвета. Эти все твои противные словечки, которые ты так обожаешь. Ты имела в виду молочный шоколад, наверное, да? Или цвет какао? Да-да-да, именно это я и имела в виду. Кстати, смотрите, он стал намного светлее и более такой блестящий. Очень красиво. Короче, тянется, он реально отлично, к рукам вообще не прилипает. Так что этот шикарный лизунчик, несмотря на то, что цвет у него молочного шоколада, приносит Юмичу первый плюсик в добавку к половинке. Ого, у меня полтора плюса, я обогнала хотя бы Ивана. А я сейчас вырвусь вперед. Что ж, из всех вариантов ты, Киса Алиса, выбрала вот этот сиреневый слайм. Написано фиалка. Я решила продолжать выбирать свой любимый цвет, мне похоже везет. Сейчас мы проверим твой лизун и узнаем, насколько тебе везет. Когда ты выбираешь свой цвет. Скажу сразу, лизунчик очень-очень красивого, нежно-сиреневого, светлого цвета, но безумно липкий. Еще очень классно, что, ну, я, например, обожаю такие лизны, которые стандартного размера. То есть они влазят в руку, их удобно держать. В нем много пенопласта, но нет, это нереально. Этот слишком прилипучий, поэтому, Киса Алис, я боюсь, что... Вот, посмотри, посмотри, что происходит, он даже к слаймам прилипает. Ты вырываешься вперед, но с половинкой плюсика. Отлично, у меня есть прекрасный шанс перегнать Кису Алису. Я хочу вот этот светленький. Берем его. Просто там был выбор из зеленых и салатовых слаймов, а это твой любимый цвет, но ты их не взяла. А, окей, этот слайм от Энни Слайм Ленд. Он белый и в нем куча, куча всяких деталей. Сейчас попытаюсь его оттуда выговорить. Вы, выговорить, я сказала, выговорить, если получится. Но нет, нет, он слишком жидкий. Он просто как... На что это похоже? Скажите. Может, на сметану? Я в своей жизни такой тянучей сметаны не видела. И самый прикол в том, что у меня на пальце что-то есть. Что-то зацепилось на мой палец. И что? Что это? Это фиолетовое колечко в виде сердечка, как наш логотип Magic Family и все наши логотипы сердечком. Но смотрите, смотрите, у меня все руки в нем. Но мой выбор же все равно добавился в наш гигант. Да, поэтому ты догоняешь кису Алису и получаешь половинку плюсика. Так, чтобы мне выиграть, я просто обязана перегнать Мишу. И кису Алису тоже. Давай я возьму, давай я возьму тоже свой любимый цвет. Пусть будет, пусть будет, пусть будет, пусть будет вот этот, вот этот розовый, пусть он будет. А почему вот тоже свой любимый цвет? Тут, кстати, написано для всех два слайма. Почему два, интересно, сейчас посмотрим. А, наверное, потому что они соединены в один. И это совсем не розовый слайм, ты ошиблась, Софиша. И он, он идет в ваш гигант, но на целый плюсик, боюсь, не потянет. Только на половинку. По количеству раундов, если Эйвен сейчас делает неправильный выбор, то он выбывает? Ты догнала Мишу. И да, Эйвен, тебе нужно очень хорошо сосредоточиться. Давай. Я тогда тоже, как София, возьму свой любимый цвет, голубой. Ох, посмотрим, повезло тебе или нет. Сделал ты правильный выбор или все-таки ошибся. Скай слайм голубого цвета твоего любимого. И кажется, кажется, это даже, даже не слайм. Это просто какая-то лепешка. Ну, он растягивается, но посмотри, он как жевательная резинка засохшая. Еще тут плесени чуть-чуть есть. В общем, Эйвен... Я сам себе сочувствую, да уж. Да, по итогам предыдущих раундов ты выбываешь из нашего челленджа. И если Юми сейчас не заработает половинку плюсика или плюсик, то в финал выходим Яки с Алисой и Софией, да? Все верно, Миш. Я попробую вот этот, нет, вот этот, нет, нет, извините, вот этот, вот этот возьму, вот его. У меня последний шанс. Так, это был твой выбор, Юми. Да, давай, надеюсь, мне повезет, пожалуйста. Я не хочу выбывать в этом раунде. Сейчас посмотрим, что тут тебе попалось. Кажется, тут тоже какой-то, какой-то заплесневелый слаймик и очень-очень твердый. Ладно, вот эту, вот эту часть с плесенью мы попробуем отломать и выбросить, удалить. А вот эта часть, нет, нет, Юми. К сожалению, твоя интуиция тебя подвела и твой выбор был неправильный. Ну вот. С таким выбором ваш лизун-гигант не выжил бы, поэтому по итогам раунда ты выбываешь. Если я сейчас сделаю неправильный выбор, я все равно пророжу в финал, но если сделаю правильный выбор, то у меня больше шансов победить. Я беру вот этот посередине в красной баночке. Киса Алиса, но ты даже не видишь, что внутри, может быть ты приглядишься к другим вариантам? Нет, это мой выбор. Ну что ж, ты выбрала вот этот слайм София, посмотрим, что у него внутри. Ты права, если у тебя, ты совершил ошибку, то ты все равно попадаешь в финал. Но у тебя был хороший шанс оторваться от Софии и Миши, и ты этот шанс не использовала. Ты выбрала слайм испорченный, потому что он даже толком не тянется, он засохший, хоть и красивый перламутровый голубенький был. Ты остаешься также с двумя с половиной плюсами и выходишь в финал. Итак, сейчас очень важный момент. Я должна всех перегнать. Я беру вот этот, на котором написано «Миша, он должен принести мне удачу». Хм, интересное решение. На слаймике действительно написано «Миша, он явно самодельный». Еще и зеленоватый, а салатовый, как мы знаем, твой цвет. Может быть, тебе и повезет. Упс, кажется, ой, он выпал. Я так нервничаю, даже не хочу смотреть на это. Сверху слаймика кусочек плесени. Это плохо, но мы его удаляем и посмотрим, что у нас осталось. А остался у нас небольшой лизунчик желто-зеленого цвета, причем в хорошем состоянии. Он действительно растягивается, он действительно мягкий, он не прилипает к рукам. Он, Мишка, в прекрасном состоянии. И несмотря на то, что тебе чуть-чуть не повезло, он все-таки приносит тебе баллы, потому что он подходит, идеально подходит для вашего гиганта. Но только половину, да, потому что он был болен. Да, и я думаю, что это справедливо, ведь он был неполный. Оранжевый. Я возьму оранжевый. Не хватит. Неожиданное решение, София, от тебя в конце челленджа. В самом финале ты выбираешь даже не розовый, который мог бы принести тебе удачу, а поступаешь совершенно неожиданно, и выбираешь оранжевый. Ну, смотри. Слайм небольшой. В нем есть немножко пенопластинок. Он очень-очень яркий. Он глянцевый. Он хрустит. Он отлично тянется, скручивается, не прилипает к рукам. Хоть он и достаточно маленький, но очень миленький. Могу лишь сказать, что твое, Софи, неожиданное решение оказалось очень верным. Слаймик проходит проверку. И Софи перегоняет Мишу на полплюсика. Но у нее есть конкурент, киса Алиса. Сиреневый. Остаюсь преданно своему цвету. Он приносит мне удачу и принесет сейчас. Возможно, возможно, кисалис. Посмотрим, правильный ли это был выбор. У нас есть три варианта исхода событий. Либо ты сейчас не заработаешь вообще никакого плюсика, либо ты заработаешь, судя по слаймику, как минимум половинку и догонишь Мишу, но не переконишь Софии, и, соответственно, Софи выиграет. Либо ты догонишь Софии, и у нас из полуфинала будет еще один финал, в который выйдете вы обе, и победит кто-то из вас. И, похоже, слаймик действительно хороший. Он тянется, он не прилипает к рукам. Он матовенький, шершавенький, с кинетическим песочком, украшениями. Небольшой, приятный на ощупь и очень милого цвета. Итак, киса Алиса догоняет Софи и перегоняет Мишаньку. У Мишаньки у нас, к сожалению, всего три плюсика, и она выбывает. Остается надеяться на удачу. Итак, я выбираю, я буду предана своему розовому цвету. Давай, нет, сиреневый. Давай сиреневый, раз кисе Алисе повезло. То есть ты решила обхитрить судьбу или удачу, уже не знаю что там, да, и пойти киси Алисиным путем? Ну, посмотрим, стоит ли идти чужим путем, ребята. Я за кису Алису болею, поэтому никогда не стоит повторять чужой путь. Всегда нужно идти своим путем. И похоже, это так. Софиша, посмотри, тебе не повезло. Посмотри, что это. Это засохший слайм. Кольцо из слайма с зелеными частичками. В общем, слайм нам не подходит совсем, и поэтому ты не зарабатываешь ни одного балла. Но это еще не значит, что киса Алиса победила, потому что сейчас будет ее выбор. У тебя в итоге, ой, три с половиной плюса. Я поступлю неожиданно и возьму черный. При том, что здесь есть сиреневый, зеленый и другие цвета, киса Алиса возьмешь черный. Она что-то знает, чего не знаем мы. А может быть, в этот раз ей повезло больше? Давай, бери, она же сказала черный. Да уж, ведь в прошлый раз у нее вообще не было ни одного плюса. Ой, уронила. Ну что ж, посмотрим, это было ошибкой или это был правильный рискованный шаг. Черный маленький слайм. Я бы даже сказала мини-слайм, потому что он даже не с ладошку, а его удобнее скорее только пальчиками трогать. Он растягивается. В нем внутри мини-мини-мини пенопластинки и очень красивые зеленые блестки, которые с ним шикарно сочетаются. Он не прилипает к рукам. Он скручивается из-за того, что он блестящий, напоминает мне змею какую-то. По всем параметрам, несмотря ни на что, этот маленький кисин-алисин слайм подходит вашему гиганту. Точнее, он может с ним выжить, хотя цвет у него мрачный. И подводя итоги сегодняшнего нашего челленджа, киса Алиса зарабатывает еще один плюс и у нее 4,5 плюса, а это значит, что это не ничья. Это значит, что я выбываю и я проиграла. А киса Алиса выиграла. Да не могу я кружок нормальный сделать. А поощрительные призы? Поощрительные косточки будут всем, а кисе Алисе будет супер главный приз. Держите. Ёмичу, Мишанька. Подожди, а что, не имеет значения, что я в финал вышла с кисой Алисой и мне тоже достается просто косточка, как и всем, что ли? Софиш, все, кто проиграл, равны. Победитель есть один. И у нас остался гигантский многотонный лизун, который уже даже не закрывается в эту коробку. Наконец-то мы закончили эту распаковку и теперь можем с ним экспериментировать. Да, а вот и твой уникальный, любимый тобою супчик, Алиска. Это иди смотри скорее. Новый ролик на Magic Family. Ссылка в описании, а еще может быть тут окошко появится, чтобы кликнуть. Скоро увидимся.